Всем доброго солнечного дня! У нас вот такое солнышко, небо чистое голубое. Сегодня хотела рассказать вам про лекарственные травы, которые можно собирать в июне. Я вот решила прогуляться по лесопарку и поснимать, посмотреть, какие травы можно собирать в июне. Про каждую травку у меня есть отдельное видео, там подробно я рассказываю, чем полезна травка, как собирать, чем опасна. Именно сейчас в июне вы можете выехать за город, куда-то в лесополосу и уже собирать. Сейчас вот вкратце так пробегусь по травкам, какие растут, цветут точнее, какие можно собирать уже в июне. Вот уже сразу нашла клевер. Вот он клевер розовый. И такое вот видео будет, такое видео-напоминалочка такая для вас. Ну что, начинаем. Поехали! Клевер розовый. Вот он цветет также. Тоже такой красивый, крупный он. Смотрите, вот он красавчик какой. Тысячелистник зацвел. Вот он. Тоже красавчик. Полезная лекарственная травка. Вот он. Душица. Но она еще не зацвела. Смотрите. Вот она только набирает цвет. Это душица. Вот она. Как я ее обожаю. Эта травка, это просто вот космическая травка. Космос. Сейчас потру. Ах, какой от нее аромат. Но пока ее собирать не нужно. Она зацветет. Вот эти вот шапки будут такие сиреневые. Видео также есть. Можно посмотреть. Вот тогда ее нужно собирать. Ну, в общем, осталось несколько дней для сбора душицы. Цветет цикорий. Вот он. Красавчик такой. Вот. Цветет синяк. Сейчас покажу. Вот он, синяк. Вот он тоже красивый какой. Тоже верхнюю часть надземную собираем. Серпуха. Вот она. Многие люди спрашивали, в чем отличие. Отличие у меня есть в видео. Внимательно кто посмотрит. Вот она, серпуха. Вот она зацветает. Вот она сама. Ее много. Колокольчик. Можно также собирать. Вот он зацвел. Высокий, красивый. Также полезное растение. Вот он. Здесь вот крупный колокольчик. Смотрите, вот они цветут. У меня там виды колокольчиков были. Вот высокие я нашла. Мелкие тоже цветут. Вот он, красавчик. Также цветет Вероника лекарственная. Очень полезное растение. Про него тоже есть ролик. Вот она. Она немножко здесь мелкая. У меня там видео в другой местности есть немало. В Башкирии. И у нее само цветение покрупнее. Но здесь вот я знаю, что это Вероника лекарственная. Вот она цветет. Это она. Тоже собираем, сушим во время цветения. Барашки тоже. Вот он один здесь стоит. Сейчас там местечко знаю. Пройду, посмотрю. Ну вот уже цветет тоже лекарственная травка. Горошек цветет. Вот он. Горошек. Про него видео тоже есть. Вот он тоже полезный. Его можно собирать. Смотрите, его сколько много здесь. Вот он. И цветет скобиоза. Вот здесь вот нашла скобиозу. Сейчас покажу. Вот она. Вот она тоже. Травка лекарственная полезная. У нее очень-очень такой аромат приятный, тонкий. Вот она тоже цветет в июне. Все эти травки можно собирать, напоминаю. Татарник. Вот он, чертополох. Колючий. Вот такой вот. Только начинает зацветать. Маленький. Ой, какие пчелки тут его опыляют. Красота, смотрите. И большой кустик. Уже цветущий. Вот он. Очень красивый. Цветет пустырник в июне. Вот он. Помогает при заболеваниях сердца. Мой, как птички поют. Слышно вам, не слышно, как поют птички. Красота. Вот он, пустырник цветет. Собираем надземную часть. Срезаем, сушим. При заболеваниях сердцем помогает. Смотрите, какой я нашла. Огромный. Огромный. Просто. Ну, я не знаю, это не одуванчик. Это что-то такое. Какое-то растение. Смотрите, у него листочки-то не как у одуванчика. Что это такое? Кто знает, пишите, что. Смотрите, с мою ладошку размером. И еще один тут рядышком. Это просто какой-то капец, что это такое. Сейчас вот лопух оторву, чтобы видно более было подробно, понятно. Обалдеть. Смотрите, вот такой вот у него ствол. Листочки, как у гвоздики. Похожи на гвоздику. Такие вот листочки. Кто знает, пишите в комментариях, что это за чудо такое расчудесное. Он такой жесткий. Такой приятный. Его трогать приятно. Очень красиво. Смотрите. Класс. Пишите, кто знает, что это такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...